всем привет сегодня как видите особый день сегодня бмв будет улучшаться не моими лайфхаками всякими длинными болтиками крепежными барашками и так далее а все будет по технологии и основательно и так скажем уже более серьезный будет работу проводиться ну и как вы видите по моей одежде это буду делать не я а приветы разлетаются ростов нижний тагил ешкарова уренгой лос-анджелес литва муром псков орск беларусь и вообще всем 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 жму краба парни благодарен вам что они безразличны на прошлом видосе снова больше тысячи комментов это просто магия какая-то а сейчас предлагаю еще одну маленькую традицию значит ставь палец вверх просто ты и все и как говорится приятного просмотра сегодня у нас отличная погодка сейчас едем значит на замену выхлопа как и хотел нашел ребят которые занимаются именно выхлопными системами настоящие профессионалы кто следит за инстаграмом уже увидели что я и выхлопом отвез сейчас я вот еду надеюсь сильно не опоздаю будем все это дело устанавливать менять интересно как зазвучит машина сейчас напомню она звучит вот так в принципе слышно звук котлов это так внушает уверенность но это глушитель сечет не хотелось бы чтобы выхлопнуть правильный все мы уже почти в цели все мы уже почти в цели друзья ну вот работа по выхлопу уже подошли к концу часа два-три ребята трудились хочу познакомить вас с компанией force exhaust который специализируется только на выхлопных системах то есть ребята настоящие профессионалы фанаты своего дела артем вот познакомьтесь растерван в общем ребята всем привет к нам роман приехал на бмв е66 с мотором в 8 4 4 литра приехал с такой проблемы что старая система выпуска которую вы наверное где-нибудь увидите там потом фотографиях она была вся изогнута уже в негодном состоянии предоставил нам систему выпуска от лонга соответственно от удлиненной версии боевой седьмой серии то здесь ранее были установлены равнодлинные коллектора от бмв доктор вот и с нас потребовала всего подгонка то есть мы маленько изменили геометрию системы выпуска в самом начале подогнали соответственно трубы до резонаторов срезали старые болты заменили их на новые там сделать все герметики второй момент с чем мы столкнулись это соединение где труба входит в трубу и и обжимается все это соответственно хомутом очень сильно просекала этот момент мы тоже устранили там за узи в трубу короче сейчас нам будет все огонь далее мы восстановили крепежку здесь раньше был стакан маленько отогнут но это уже к 2 часть честно говоря не знаю как это правильно называется заменили болтик повешили новую резиночку вот а также сделали то же самое в конце восстановили крепление повесили новую резинку теперь все стоит жестко за сильно да он сильно болтался встать обратите внимание все ладошка пролазит здесь бил билась очень сильно труба теперь у нас две баночки была одна вот одна оказывается глушителя вторая не глушителя как называется ну как это правильно называется то есть и когда машина там работа холостых на холостом ходу или при малых оборотах там там до 3000 примерно до работает глушитель просто когда обороты машин достигает там свыше трех четырех тысяч но всех машин автомобиля по-разному вот здесь существует специальная такая вакуумная заслонка вот работали бы на там с кнопки либо работает от оборотов двигателя там зависим от вакуумной системы то есть когда набирается большое количество оборотов заслонка открывается и система выпуска становится прямоточный то есть грубо говоря в банке нет ни перегородок там ничего то есть просто прямая труба в конце то есть это прямо так получается ну получается получается воздух не через две трубы идет а через другую да но здесь как бы она тоже проходит но уже не так попадая потому что здесь прямоточная банка стоит грубо говоря перед основным глушителем и здесь выпуск ну да более прямоточный поскольку у нас нету катализаторов то есть не резонаторы прямоточный что первые что вторые то есть грубо говоря система становится полностью прямоточный то есть без всякого либо подпора выпуску и внешне это никак не видно и бубнить будет нормально но это мы сейчас проверим да то есть есть вариант что мы оставим так как есть а есть вариант что мы откроем вот эту заслонку и будет у нас прям как маска у карт но я тоже тоже надо понять вообще какой звук будет чтобы соседям не мешать но это мы сейчас экспериментируем как раз да но по наполовину нет смысла нет либо открыты либо закрыты просто когда в полуоборота может так получиться что заслонка может дребезжать от того что либо там не знаю старость там допустим она уже маленько там но отходила свое все-таки то подвижные элементы артема расскажи какие чем вообще вы только выхлопами занимается занимаемся системы выпуска иногда варим впуске конечно иногда отвлечься от работы спросит попросит сварить какой там самогонный аппарат мы как бы тоже не откажем потому что мы больше как бы ну основан как не знаю больше специально творческой работе что я видел у вас вы трактор делали да 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 очень интересная скача и лесная работа даже поехали в село юрта за 130 км от города чтобы сварить систему выпуска на трактор вот потому что трактору там всего два года но система выпуска настолько вышла из строя что не уже на ее два-три раза подваривали плюс трактор подходит какой-то роботу специально чтобы менять насадки и этот выпуск мешал то есть мы изготовили там такую систему что как бы там теперь все село ему завидуют как бы вот и практичные надежные очень надолго то есть бывают у нас такие некоторые проекты что ну и невозможно отказаться просто мы то есть готова кота вы как все что ради интереса что он для душе что понравится как мы будем всегда там также артем активный участник бмв клуба мы сюда когда приехали привозили глушитель сразу как логово бмв такое попали здесь у тебя 2 да да у меня две бмв е-32 750 там св 12 5 литровым и бмв е-28 пятерка там зарядная шестерочка стоит 2.8 объем вот люблю свои игрушечки как бы не могу от них никуда деться как бы ну японцы даже мне близко как-то не нравится вот поэтому ими занимаюсь где-то восстанавливаю где-то делаю за мной корчалыгу там чтобы отправить ее в дрифт в общем свои проекты ребята как вот они не дают нам успокоиться как бы в этой жизни как сказал эрик давыдович да когда у тебя какая-то там надежная машина это тоже самое что приезжать домой там есть один и тот же вкусный борщ как бы да очень вкусно но надоедает еще такой вопрос по вот той работе какие-то иногородние клиенты есть говорил что транспортным компаниями активно пользуешься или ты чисто по новосибирску не транспорт компаниями пользуемся чтобы потому что в новосибирске мы не покупаем никакие компоненты то есть не гофры не глушитель не резонаторы не насадки то все грубо говоря мы за разных городов там сярославля с москвы из петербурга с калуги работаем тогда там max performance вот делает лично глушителя в общем ну пользусь различным компонентам глава чтобы они были на высшем качестве ну и соответственно конечно доступны были для потребителя вот клиенты приезжают до приезжают казахстана с палавадара недавно приезжали к нам на камри 2 и 5 там прадик оттуда приезжал 150 и с города читы к нам приезжал x5m для изготовления системы выпуска вот вся сибирь грубо говоря томск барнаул как бы это уже не новая как бы то есть темно знают много где знаю да много знают приезжают делают как бы вот потому что мы потому что мы стараемся делать все на выше в высшем уровне высшем качестве до ребят действительно подход очень серьезный такой фанатичный даже вот когда мы привезли глушитель ну наверно часа два дана проговорили про выхлопы пробуем вы чего бывает и не бывает как вообще все это ставится одну реально ребята как бы с душой относятся всем рекомендую но у нас такая работа как бы просто поменять особо творчество негде было применить ну да мы конечно же изготавливаем не только системы выпуска с нуля как бы мы производим ремонтной работы но это грубо я даже основная нашу не знаю вид деятельность в дату с ремонтной работы там дата мы там где-то меняем там гофры где-то резонаторы погоревшие там глушителя там какие-нибудь там прямоточки ставим для звука там меняем катализаторы на катализатор чтобы не было там запаха там температурный баланс сохранялся не надо прошивать мозги автомобиля в общем ну вот всем таким подобным занимаемся но когда нам приезжает целый проект конечно да мы этому уделяем очень времени как бы мы то есть но не прерываемся работу там не на минутку то есть всегда в работе всегда в процессе творчества но сейчас я предлагаю послушать какой же у нас звук сейчас и выбрать тихо и громко как будем делать вообще просто опустим посмотрим как это будет звучать в исполнении просто в тихом как это будет погазуем там и так далее послушайте вот потом опять же приподнимем машинку просто не надо не переварить заслонку мы там просто завяжем это все-то на нержавеющую проволоку чтобы просто это заслонка держалась и было казахская сварка да и бурятская изолента там ну что тогда слушай руль по газу и маленько на газу и газу и открытый вот закрытый справляется глушитель резонаторы потому что прямо точно вы в макатов что нету сейчас еще разок давайте ну и что тогда оставляем парни в общем всем рекомендую по глушителям выхлопным системам по любым вопросам с этим связанным компания force exhaust а находится в новосибирске по адресу шорная 30 все ссылки оставлю в описании на инстаграм на группу вконтакте и так далее а также телефон артема вот спасибо спасибо за верю роман звук супер я сейчас не удержался сейчас дал здесь вообще здесь просто все разлетелись голуби всем пока лё дим привет извини что поздно звоню слушай звоню сказать отчитаться все выхлопа ставили такси не выхлопа выпуск слушай ну от лонга в их выпуск куда-то оказался но там но чуть-чуть подгоняли конечно переваривали под систему которая была там же уже переделанная была система под коллектора вот эти которые мешали там ставил вот но подогнали в принципе все нормально отличная вот сделали звук классный вот через вторую банку то у тебя же две банки которые ты мне дал ну все спасибо еще раз тебе большое это да если что заеду покажу все круто вообще сейчас ничего ничего не сечет да и звук такой благородный стал вообще круто вообще все туда давай счастливенько дим хорошо пока друзья я хочу напомнить что на канале также присутствует еще вот эта мазочка например на месяц она уже простояла в полу таком сломаном состоянии дело в том что износились колодочки в ноль вообще вот смотрите таких таком виде колодки вот я купил новый и второй момент еще что-то с подушками двигателя при переключении передач очень сильно меняет свое положение двигатель есть такое подозрение что вот этой подушки не хватает видите вот тут про уши на вот эти здесь просто не хватает подушечки какой-то из-за того что ее не хватает какая-то еще порвалась и и мотор соответственно вот так вот и вещь вот так переваливается из стороны в сторону так вот начал я с колодочек купил колодки начал все это дело снимать купил такой съемничек видите начал все это дело снимать здесь пришлось вот эти подогнуть и просто по роковой случайности зацепил не за барабан за вот этот да соответственно съемник а вот эту чашку как она там правильно называется и чашка у нас соответственно деформировалась соответственно там еще выяснилось что надо вот этот цилиндрик там я его снял уже поменять потому что там все порвано и уже было там еле это на вода надышала но и сейчас вот эту вот эти части мне как-то надо выгнуть вообще сейчас я вот открутил здесь у меня вылилась жидкость тормозная сейчас вообще я хочу перекрыть тормоза задние вообще временные потому что как я понял вообще что тормоза у меня стерлись там начала жестко уже закусывать на ходу прям ну уже небезопасно стало ездить разобрал и такая фигня значит я сейчас временно хочу перекрыть задние тормоза то есть отключить их от системы вот здесь я хочу выкрутить и закрутить сюда болт к сожалению по легкой программе у меня не получилось коров с колодками решить проблему я думал здесь как дисками будет ни разу барабаны сам не менял вот говорю только что съемный купил вот решить я хочу проблему с этой мазды потому что она тоже как бы есть на канале хочу что-нибудь про нее снимать какие-нибудь шуточные видео такие пару идеи уже есть ну и в принципе я думаю ребята кто любит позитив такие положительные эмоции я думаю мне подскажут еще какие-нибудь идейки что можно с этим маленьким автомобилем придумать но сейчас я срочно все это как-то собираю глушу и и выгоняю и мне нужно загонять бэху сюда снимать рычаги уже начинать там тоже я не знаю просто не просто будет первый раз буду заниматься такие вот пирожки парни извиняюсь пишу на телефон так что качество там может немного страдать камеры не оказалось мне и вот эта чашка которая погнулась я уже так по мониторил ну модель то редкая очень и особо то и не нет в продаже вообще таких от мазды кэррол я вот не знаю может дисковые тормоза от какой-то машины за колхоз как считаете вообще чуть-чуть чем можно сделать в такой ситуации конечно открую отключить час попробовать там более-менее вы выправить ее чтобы мне колесо так я прикрутить вот но надо потом как-то приводить будет в порядок все это дело потому что на передних тормозах не дело ездить особенно когда зима будет вот как раз мне пригодятся запасы моей тормозной жидкости которые копились у меня годами 5 бутылочек вот нашел тормозу к конечно вытекла поэтому я пойду заливать попробовал педалька не проваливается здесь течи нету болгарка я уже научился ремонтировать час от моло . учусь сама то инструмент для тормозной системы о уже получше бедная мазда она думает с кем я связалась нафиг зачем этот человек бьет молотком ну в общем в таком духе парни ремонт вот из этого супового набора мне потом как-то надо будет собрать задний тормоз в такой момент все прикрутил ступичную гайку прикрутил законтрил кони законтрил за за шплинтил так можно сказать барабан туда он сел но он естественно там та чашка она вся гнутая и где-то она упирается где-то он ну в общем в общем колесо не крутится сейчас очень туго так скажем крутится и есть большой вопрос вообще тронется с машины или нет или она так и останется заблокированным это колесо ну что могу сказать автомобиль едет автомобиль двигается на ходу но конечно есть определенные звуковые эффекты есть скорее всего весь нагрев часто пробую как вообще нагрелась это да очень горячая я думаю если проеду здесь километр краска у точно вот это все слезет скоро очень в общем ехать надо очень и очень тихо вот маленько всполосную машину сейчас потихоньку помаленьку доеду и все быку загоняю завтра рычаги начинаю дергать такой твич урок прикольный получился дружище спасибо что досмотрел если есть какие-то вопросы мысли всегда знаешь куда писать кстати пробежимся по комментам из прошлого ролика машину по хорошей цене проще поймать если автору под рукой рекламка спасибо кто не пропускает рекламу вот вот это именно реклама гугловская если вы не нажимаете кнопку пропустить значит вы поддерживаете канал развальщик от бога балабол конченый блин ребят значит такое дело я поехал на эту станцию которая специализируется именно на сход развали и этот мастер там работает уже около 10 лет точно я туда зачем приехал проверить углы установки колес процедуру мне сделали услугу оказали 200 рублей я за это заплатил я не уверен что мастер обязан был думать там кумекать искать что у меня там погнутая почему у меня кастер ушел почему у меня получается почему у меня развал ушел он чисто от себя это от души можно сказать делал и какую-то там историю жизни рассказал да я признаюсь колоритный персонаж достаточно но мне кажется он не заслужил таких комментариев и они они раз и не один десяток даже таких комментариев я читал так что любят зря вы так на него серёга три семерки хоть один мешанин проект живет лайк серёга и все остальные я рад очень что следите что вам это нравится мне самому интересно вот всякие вот эти вещи первый раз который я в жизни вижу с которыми сталкиваюсь день майки день фуфайки я рад что понравилась фразочка такая да действительно у нас погодка очень часто особенно в демисезоне вот это бывает день бывает не то что день майки день фуфайки бывает полдня в майке полдня фуфайки вот так вот скажем но по крайней мере я я так достаточно достаточно чувствительным так температуре там допустим 23 18 это для меня вообще два разных настроения две разных погоды виктор и гнатенко рома привет в омске примерно один миллион сто пятьдесят тысяч человек угарнул с работника сервиса привет виктор привет омск как всегда на связи да и спасибо что откликнулись на мой призыв кто где живет кускоко народу сколько населения но интересно как бы для общего развития вообще откуда кто пишет какой алюминия здесь я не знаю ну блин ребят ну согласен да колоритный персонаж я рад что заценили но надеюсь поймете что никакой негатив не стоит ребят ну все давайте всем хорошего настроения всем счастливо и пока и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»